Не все такие смелые, понимаешь, это же очень уязвимо сказать. Это правда? Я не уверен в себе. Короче, мне кажется, важно брать количеством на первом этапе. Нужно как бы за выходные сильно постараться. А все остальное время снимать аватарки друзьям. Извини за этот пример. По острию лезвия нужно так вот отойти. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня не в прямом эфире. У нас в гостях великолепный фотограф Маша Павловская. Спасибо тебе большое, что пришла и согласилась помочь нам с нашим новым форматом. Называется «Мнение фотографа». Вы Машу уже видели на нашем канале, видели ее работы, снимаете на потрясающей, говорит классно. 10 тысяч просмотров на последнем ролике, говорит о том, что вам понравилось. А значит, что сегодня с Машей будем больше разговаривать в формате диалога. У меня вот тут есть список вопросов, потому что склероз страшная штука, начинаю забывать всякие темы. Лично сегодняшняя тема разговора с Машей. И мы будем спрашивать ее субъективное мнение, это важно. Что такое коммерческая фотография и все вокруг. Вопросы от того, что это, как стать коммерческим фотографом, как не стать коммерческим фотографом, как общаться с заказчиками и много-многое другое. Вот в рамках нашего небольшого эксперимента. Если вам понравится, в конце не забудьте вот такой вот значок нажать, а мы погнали. Маш, собственно, расскажи, пожалуйста, вот твое мнение. Как тебе видится, что такое коммерческая фотография? Что такое коммерция? Мне кажется, что все очень просто. Коммерческая фотография — это фотография на заказ. Коммерческая фотография — это услуга, которую оказывает фотограф для заказчика за денежное вознаграждение. Мне кажется, что в коммерческой фотографии есть несколько обязательных составляющих компонентов. Это, во-первых, заказчик. Во-вторых, наличие какой-то задачи, заранее известной обеим сторонам, и озвученных каких-то границ, в которых будет происходить съемка, работа команды. Это сроки сдачи работы, объем сдачи работы, количество кадров. Ну и, собственно, размер и порядок выплат денежного вознаграждения. То есть, если все эти компоненты есть, можно сказать, что мы занимаемся коммерческой съемкой. Справедливо ли тогда идти с обратной стороны, условно, если к тебе пришли и сказали, как молодому начинающему очень перспективному фотографу, братану, мы очень хотим, что ты для нас поснимал, но там типа сделай это за бесплатно. Но там будут сроки, обговорено, сколько фотографий нужно сдать и так далее, и так далее. Но денег не будет, будет что-нибудь, не знаю, там, постригись в нашем барбершоте. Мне кажется, что, да, я понимаю, мне кажется, что есть аналоги, да, денежному вознаграждению. Это может быть еда, это может быть услуга. Ну, как бы башь на башь, бартер работает. Единственное, что, конечно, все должно быть равновешно. То есть, если ты, как фотограф, считаешь предложенный бартер достаточно справедливым по отношению к твоим затратам, то, конечно, почему нет? Если тебе вообще нужна эта услуга, нужен этот барбершоп или, там, этот ужин в кафе, ну... Не знаю, Маша, тебе нужен барбершоп? Я снимаю за одежду. Ага. Ну, вот так постоянно я снимаю за одежду, наверное, только. Так, в целом... Ну, я могу поснимать по дружбе, но это другое. Это не коммерция? Да, 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 да. Не, это другое, конечно. Тогда короткий пример. У меня тоже один из студентов, который очень хотел в коммерческую фотографию пойти. Один из способов, который мы с ним попробовали, как раз был такой, что он написал разным организациям. Ему ответили из барбершопа, сказали, окей, нам нравится твоя работа, погнали, можем тебя, типа, стрижь бесплатно. В течение какого-то времени? Не помню деталей. Нет, слушай, но мне кажется, это прикольно. А что у тебя на год абонемент? Тебе не нужно платить за стрижку, за которую ты платишь. Если ты пересчитаешь, суммируешь все эти суммы, которые ты тратишь на стрижку бороды и волос на голове, то возможно, если ты стрижешься вообще, возможно, будет нормальная сумма, но почему нет? Окей, ну то есть для начинающих форматов это вполне себе нормально. Да, и мне кажется, что сейчас же очень еще много всяких начинающих марок, всяких маленьких компаний, кафешек, марок одежды, всего-всего-всего, и всем нужны фотографии каждый день до Инстаграма. Это классно, что можно прямо написать за бартер, как угодно. Ты набиваешь себе руку в портфолио, людям классно, как бы обоюдная выгода. Все остальные думают, что ты снимаешь за деньги? Ну, не обязательно, да, говорить на каких условиях. Главное, результат, выхлоп, ты раскручиваешься, расширяешь круг общения, набиваешь руку, формируешь портфолио. Тут еще важный момент, что если ты сделал работу хорошо, есть шанс, что тебя могут порекомендовать. И следующие такие же, ну, какие-то подобные заказчики к тебе обратятся за таким же результатом, но они уже будут готовы заплатить деньги. Я надеюсь. Интересно, что в моем личном опыте было примерно так же, когда меня рекомендовали, я очень-очень давно, прям катастрофически давно, наверное, лет 9 назад. Я сейчас могу ошибаться. Много снимал танцоров и для школ танцев всякие латиноамериканские, сальса, бачата и так далее. И вот владелец одной школы порекомендовал меня владелец другой школы. Я для одних снимал коммерцию за бабки, для других я снимал другую коммерцию, там, для одних условно репортаж, для других, для одних, типа, преподавателей, хедшоты и всякое, для другого репортажи и так далее. То есть, работа была разная, да, но вот этот круг вообще не работал. Потом мне звонила третья школа, о, мы слышали, ты там снимаешь, там, приедь, еще поснимай репортаж нам, и это работало, да, вот, соответственно, я какое-то время находился. То есть, если ты хочешь, например, снимать одежду в целом, напиши сначала марки одежды, поснимай для них бесплатно, и потом, как бы, другие марки одежды обычно мониторят, ну, примерно рынок, да, 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 кто что снимает, кто что выкладывает. О, классные фотографии, следующие тебя позовут, возможно, уже за деньги, и так эта цепочка будет продолжаться дальше. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся, но нужно будет его сейчас обозначить. Как сделать так, чтобы, когда тебе потом пишут, о, ты снимал для них бесплатно, для нас тоже. Откуда они знают? Ниоткуда. Главное не полиция, я понял. Да, да, да. Смотри, если в коммерческой съемке мы предполагаем с тобой, что деньги не являются обязательным фактором в 2020 году, то без чего коммерческая съемка не может стать коммерческой? Без вознаграждения, так или иначе, вознаграждение может быть неденежное. Это может быть услуга, это может быть какой-то натурпродукт, понимаешь? В смысле, смотри, мне кажется, что основная суть коммерческой съемки в том, что ты затрачиваешься, ты затрачиваешь время и часто свои деньги. Ну, как бы время равно деньги, типа ты затрачиваешь, там, платишь за такси, потому что ты везешь оборудование, тратишь время на сортировку, на, да, на ретушь фотографии, у тебя камера сколько-то стоит, ты платишь ежемесячно за фотошоп, возможно, и эти затраты должны быть, ну, как бы, компенсированы, так или иначе. То есть это может быть стрижка, еда, как бы, все что угодно. Ты платишь здесь и экономишь где-то в другом месте. Ну, ты сейчас сказала такую же штуку, платишь за фотошоп. Ну, хотелось бы верить, конечно, что там по ту сторону экрана платят люди за фотошоп, и если вы это делаете, вы большие ответы. Слушай, я плачу за фотошоп. Я тоже. Вчера с меня сняли 700 рублей, и я думаю, блин, ну, реально, да, много. Ну, это правда, но там еще и лайтрум в комплекте. Да, да, да. Важно. Ну, то есть заказчик зачастую не, как бы, не дает себе отчет, сколько всего стоит за работой фотографа, вот это, ну, просто мы не знаем вот этих всех мелочей, так же, как во всех остальных специальностях, мы не всегда знаем, что стоит там за работой, знаешь, не знаю. Продавца. Раз уж мы затронули эту тему, расскажи, пожалуйста, как, опять же, на твой взгляд, перейти из формата «Я снимаю друзей» или там «Расу по утрам» и там «Свежий горный воздух». Как снимать «Расу за деньги»? Горный воздух в Петербурге, ха-ха. Да, да. Как перейти в разряд коммерческого фотографа? Слушай, мне кажется, что важный вопрос, а надо ли в него переходить, потому что кому-то совсем не нужно подстраиваться, ну, кому-то комфортно работать на своей какой-то другой работе и зарабатывать деньги на свое творчество и снимать для души в свободное время. Это тоже нормально, такой путь возможен. Не всем подходит подстраиваться под интересы заказчика, там, составлять свой бизнес-план, заниматься самым пиаром. Ну, как бы, мне кажется, важно задать себе вопрос, хочу ли именно я реально зарабатывать деньги фотографией. И если да, тогда нужно начинать с формирования своего портфолио, параллельно думать над тем, как это портфолио преподнести, донести до публики, до потенциальных заказчиков. И где-то через, может быть, годик, может быть, меньше, может быть, больше вот этой бесплатной работы можно постепенно начинать изучать рынок, смотреть, что снимают другие фотографы, изучить, проанализировать их ценообразование, оценить продукт, который ты выдаешь. Ну, в сравнении, да, примерно понять, вот я снимаю примерно как этот, но он берет вот столько, у меня нет опыта, нет клиентской базы, поэтому я не могу брать, как он, я возьму поменьше. Ну, постепенно вот так вот выявить вот эту свою сумму, которую можно уже, ну, озвучивать и запрашивать с людей за свою работу. Эта сумма должна быть маленькой, безусловно, потому что задача по-прежнему очень много снимать. То есть нужно делать на первых порах 30 дешевых съемок в месяц, а не 5 дорогих, это понятно. Сразу вагон вопросов, давай я попробую постепенно их позадавать. Ты сказала год поснимать бесплатно, как вот это время, ну, оно посчитано? Просто кто-то снимает съемку в месяц, и для него год это типа ничего, да, кто-то снимает на типа по 3 съемки в неделю, и для него год это как бы не умереть вообще. Мне кажется, что, во-первых, необходимое условие старта для, успешного старта для коммерческого фотографа, это как можно больше снимать. То есть за год у тебя в месяц будет там 25 съемок, в год у тебя будет сколько, ну, короче, понимаешь. Естественно, год это условно, я говорю просто для круглой цифры, может быть полгода, может быть полтора года, но мне кажется, что убедительное портфолио сколачивается, ну, не за месяц все-таки. Вот где-то, ну, может быть полгода, может быть там 10 месяцев, ты можешь начать пытаться назначить сумму за свою работу и спустя месяц, но, скорее всего, к тебе никто не придет. То есть можно это делать вообще, хоть вот ты сегодня купил камеру, можешь уже завтра выкатывать как бы, да, 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 вот это все делать, но, скорее всего, к тебе просто никто не обратится, потому что, во-первых, ты не успел наработать портфолио, во-вторых, ты не успел его раскрутить. То есть мало снять, ну, как бы вот этот вот базовый пул фотографий, нужно же еще его донести, чтобы люди успели его посмотреть, ну, как бы, чтобы оно разошлось, понимаешь. Ну, и поэтому год условный, конечно, условный срок, но плюс-минус, мне кажется, так. Слушай, ну, мне сложно согласиться прям с каждым словом, но вот есть такая штука, я стараюсь в мнении любого человека даже, которое для меня кажется, вау, подожди, так не должно работать. Есть какие-то вещи, которые я цепляю, подтверждают еще раз, убеждают меня в чем-то. Например, я очень часто встречаю людей, которые, ну, а как, я же вот уже, вот я вот уже месяц снимаю, как, где, где, где клиенты-то, где же мне их найти-то, родненьких, завлечь? Вот очень резонируют твои слова про то, что, ну, типа, а вас же никто не знает, да, вас же никто не видит, никто не понимает, что вообще фотограф, да, причем многие эти люди даже нигде не рассказывают, что они фотографы. Меня, например, часто спрашивают, ну, типа, Саша, вот, ну, не часто, ладно, так иногда прилетает, вот я там хочу, не знаю, поучиться, там, у вас там что-нибудь купить, вот если я куплю подписку на месяц, то там я вот через месяц уже все, уже, уже, уже можно будет. Я такой думаю, ну, всякое бывает, захожу в Инстаграм, а человек пишет, я фотограф, а там как бы шаром покатит, там, ну, не намека на то, что он даже с камерой не сфоткался в зеркале. Ну, то есть, как бы, даже не это, потому что раньше, помнишь, там, много лет назад все такие, типа, я вот с фотоаппарат. Да сейчас, мне кажется. Да, просто я сейчас этого уже не вижу, то есть, всех как-то, мне кажется, креативнее. Да не знаю, всех фотографов на аватарке, конечно же, человек с камерой. Да, блин. Ну, не знаю. Я, походу, не фотограф. Да в моем круге общения. Подожди, а ты в целом не согласен? Ты считаешь, что год долго? Смотри, нет, здесь, мне кажется, что год нормально, вот с пояснениями, просто как бы год абстрактно, это, ну, как бы, непонятно, да, поэтому какая-то пояснила, что тебе нужно, что именно нужно за год сделать, становится сильно понятно. Нет, да, конечно, это индивидуально, понимаешь, кто-то работает 5-2, у кого-то будет очень сильно ограничено время вообще на то, чтобы снимать. Вот, собственно, вопрос. Я знаю много талантливых ребят, и их уже десятки, ну, то есть, вот тут уже не единицы, которые реально, типа, 5-2, и они такие по выходным. Я хочу просто полежать. Снимать, снимать, что? Ну, то есть, вот им бывает просто физически тяжело, и я понимаю, что там можно врубить в себя циника и сказать, ну, типа, твои проблемы, да, но есть ли какой-то лайфхак, может быть, у тебя? Как делать эти, там, 25 съемок в месяц? Мне кажется, что нужно придумывать какие-то форматы такие, вот как фотодень, чтобы за один раз одним махом можно было снять много народу, чтобы не вставать, два раза, чтобы не вставать, понимаешь? Не знаю, сними ты, арендуй студию на 5 часов и снимай каждые 40 минут человека, понимаешь? Ну, то есть, может быть, короче, мне кажется, важно брать количеством на первом этапе и не гнаться, возможно, даже за какими-то суперсложными выездными историями, знаешь, какими-то дорогостоящими, какими-то вот такими. Прям вот тупо фигачить, как конвейер. Чем проще, тем лучше. Да, 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 мне кажется, что вот только такой способ, потому что я понимаю, что если люди работают 5-2, то у них суббота-воскресенье максимум, и то хочется как бы полежать, да, и дома браться, и вообще много других дел. Браться дома. Но реально за месяц должно быть при этом 25 съемок, хочешь не хочешь. 25 съемок в месяц, если вдруг у нас типа 4 выходных, ну, там, какой-то один из них мы выделяем, да, то уже не сходится, да, тебе нужно по... Почему 4 выходных? Ну, я к тому, что если мы каждый, если один мы отдыхаем, ретачим, например. А, ты один отдыхаешь, подожди, нет, убирай его. Ну, подожди, нужно же еще как-то обрабатывать, или... Ну, я, смотри, я считаю из расчета, что у нас есть суббота-воскресенье, и в каждой из этих дней по 2-3 съемки, то есть у тебя в неделю 4-5 съемок в месяц, ну, типа, ну, 20-25, ну, в смысле не одна, понимаешь, и не 5, ну, как бы 20 плюс, вот такой порядок, мне кажется. Нет ощущения, что здесь может быть, ну, типа, переизбыток фотографий, ну, типа, 25 съемок в месяц, а ты еще же нихрена не умеешь, у тебя там первая съемка, где не последняя, может быть, уже просто экспонациональный рост, первую снял криво и косо, а последнюю хорошо. И я, как бы, идеально себе представляю, как люди могут офигеть от того, что, типа, здесь все плохо, и тут все посыпется ковырком, и нахрен это все, ничего не получается. Ты имеешь в виду, что можно перекормить себя таким слишком высоким темпом, ну, конечно, нужно быть чутким к себе и регулировать, если ты чувствуешь, что ты все уже, тебя тошнит вообще от одного вида камеры, это нужно закругляться, но мне кажется, что, видишь, еще важно же на первом этапе каждый день выкладывать, чтобы каждый день выкладывать, если ты работаешь 5-2, нужно как бы за выходные сильно постараться. То есть каждый день выкладывать какую-то микро-съемку, микро-серию, там, из 50 фотографий, не из 50, а из 5-ти, из 50. Просто стахановские темпы из твоих уст звучат. Понимаешь, потом ситуация изменится, и ты захочешь снимать мало и дорого, а сначала нужно много и дешево, прям много, реально много, потому что мне кажется, что это как налет часов, ну, то есть это тупо вот, вот, как бы, навык, который, нарабатывается за счет количества, никак иначе, никаким там, ну, то есть, конечно, ты можешь смотреть обучающие курсы и читать книжки, конечно, это не отменяет одно другое, но без практики это все впрок не идет. Полностью с тобой согласен. Опять же, хочу немножко придраться к словам, чтобы пояснить для зрителя, когда ты говоришь много и дешево, это не значит, что сложные съемки должны быть, они должны быть простые. Я вообще считаю, что как бы ошибочно думать, что для проведения съемки нужны какие-то специальные условия, дорогостоящее оборудование, ну, что-то такое сверх, то, чего нет вот здесь и сейчас. Мне кажется, что нужно пользоваться тем, что есть, если есть самая дешевая камера, классно, если есть друзья, которые готовы бесплатно попозировать, потому что у них старые аватарки, классно, можно снимать дома, можно снимать на улице, не нужны какие-то модели, знаешь, дорогостоящие, аренда студий, зачастую можно снимать в музеях, в кафе, не знаю, в библиотеках, в книжных, это все доступно. То есть, мне кажется, что продуктивно, особенно на первом этапе, пользоваться тем, что есть, тем, что бесплатно и доступно. Ну, так же, как и это к продвижению относится, то есть, не надо сразу покупать сайт, как бы заведи Инстаграм, понимаешь? Подожди, заведи Инстаграм и запусти таргет. Шучу, шучу, шучу. Хорошо, раз уж мы коснулись как раз видеоуроков и обучения, как тебе кажется, что нужно новичку минимально для того, чтобы войти в этот... Технические имеешь в виду? Да, да, да. Смотри, мне кажется, что на первых порах человек будет использовать ограниченный набор инструментов, и задача именно его и освоить. То есть, нет смысла хвататься за все и сразу, кидаться, изучать все на свете, зубрить технические характеристики камеры, читать про съемку Ню и учиться снимать пейзаж еще. И все это в один выходной. Да, и все это в один выходной. Стоит примерно выбрать, как мне кажется, основное направление движения, как бы жанр, в котором ты будешь работать, понять, что тебе нужно для этой работы и на этом сосредоточиться. И мне кажется, что все технические знания должны приходить по мере необходимости. Если ты понимаешь, что ты хочешь снимать с искусственным светом, но не знаешь, как включаются эти страшные приборы, как они выставляются, какого эффекта можно добиться разными световыми схемами, тогда ты уже гуглишь и учишься. Давай так, я резюмирую, чтобы ты убедилась, что ты все сказала. Выбираешь один жанр, да, ну то есть или портреты, или пейзажи, или что-то. И там какой-то отрезок времени, типа месяц, фигачишь вот это, да, убеждаешься, что ты как бы туда хочешь и, если что, продолжаешь. Понимаешь, мне кажется, что тут тоже важно быть гибким и чутким к себе. Ну, то есть не нужно выбирать этот жанр на всю жизнь. Понятно, что это может меняться, расширяться, и у тебя сфера интереса меняется так или иначе в жизни, и это нормально. Ну, то есть как бы не стоит прямо, знаешь, заранее, так, все, я снимаю только пейзажи. Ну, может быть, через неделю тебе расхочется. Это как школьники выбирают профессию, примерно так же фотографируют. То есть это будет уточняться как раз в процессе. Ты будешь понимать, ага, вот это я хочу, я хочу снимать жанровый портрет, а не постановочный. Ну, как бы вот это уточнение, сфера интереса происходит в практике именно что. Окей. Помимо технических штук, что еще нужно знать вначале? Ну, или хорошо бы начинать узнавать вначале, чтобы быть хорошим портретом фотографа? Мне кажется, нужно много смотреть других фотографов. Может быть, даже не твоих коллег-современников, а великих мастеров. Просто воспитывать свой глаз, чтобы понимать вообще, что было сделано для тебя и на каком ты свете находишься. Ну, вот какая ты ступенька в этой большой лестнице под названием «История фотографии». Если уж ты хочешь в эту историю вообще вписаться. Пищенька. Да, что еще? Можно рынок поизучать, посмотреть, какие есть предложения от других фотографов. Ну, если уж как бы про коммерческую именно историю говорить. Какие есть предложения от других фотографов, как строится ценообразование. Ну, просто кто успешный, кто неуспешный. Куда бы ты сам хотел, какую бы нишу ты хотел занять. В какая ниша не занята и куда ты хочешь впрыгнуть. Ну, и над стилем работать своим, конечно. Делать творческие проекты свои постоянно. Делать, даже если вы уже снимаете коммерцию, полезно все равно снимать, продолжать снимать бесплатно. Там делать какие-то серии тематические. Уже готовые фотографии пытаться, ну, собрать в какую-то тематическую серию. Или снимать, наоборот, на какую-то тему. Ну, типа уточнять, уточнять, постоянно выявлять и анализировать свой взгляд на мир. И потом тащить это в коммерцию, естественно, тоже. Хорошо. В какой момент в таком случае нужно просить денег за все это? Вот ты там поизучал нишу. Вот ты примерно понял, как люди снимают. Послушал сам себя внутри, там, помедитировал. Понял, что хочешь вот это, там, попробовав разное. Завел Инстаграм, там уже даже кого-то поснимал. Сделаешь это регулярно. В какой момент нужно брать первые деньги? Есть ли вот этот щелчок? Как тебе кажется? Мне кажется, что, во-первых, деньги обычно тебе начинают совать в какой-то момент и предлагать. У тебя не было такого? Конечно, было. Ну, реально, да-да-да, этот момент происходит. Александр, а можете меня тоже пофотографировать? Ты такой... Ой, там тысячи рублей. А что бы не отдавайте? Ну да, да-да-да. То есть, ну, я не знаю, может быть, это, конечно, наш с тобой опыт, но мне кажется, что у многих людей так же было. И ты такой еще стесняешься и не можешь назвать цену, а тебе говорят, ну, сколько, сколько, скажи. Это первый момент. То есть, этот момент происходит, и уже с него тупо как бы не назначать цену, когда уже люди спрашивают тебя. И мне кажется, что еще важный момент, что можно назначать цену, когда ты гарантируешь на 200%, что ты можешь выдать крепкий средний результат. Понимаешь? Когда ты точно вот 100%, 200% знаешь, что вне зависимости от каких-то факторов, от профессионализма модели, от погоды, от локации, ты выдашь вот эту базу гарантированно. Тогда вопрос. А если тебе уже предлагают деньги, а ты такой... А ты не гарантируешь. А ты не гарантируешь. Ну, типа, не на 200, на там 146, на 95, на 70. Ну, смотри, здесь два пути. Можно рисковать и говорить, сделаю. Ну, просто, знаешь, на слабо, брифовать, в общем. Либо можно честно сказать людям, я соглашусь, но есть там 3%, что не получится. Наверное, я бы посоветовала рисковать. Окей. Я тогда займу позицию второго человека, тем более, что она совпадает с моей искренней. Я бы советовал честно говорить. Что все-таки ты не уверен в себе немножко. Хреновая формулировка, но суть такая. Типа, слушай, мне очень, типа, лестно, что ты хочешь предложить мне денег. Я с радостью возьмусь за эту съемку, но мне важно, чтобы ты знал, что я все еще новичок в фотографии. И там, я сделаю все для результата, но что-то может пойти не так. Можно брать деньги просто постфактум в таких случаях. Да, 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 да. Не сразу, заранее. Мне кажется, что вот эта фраза про то, что, типа, я новичок, она тебе развязывает немножко, во-первых, уровень стресса. Снимает ответственность. Ответственность ни хрена не снимает. Но уровень стресса, который вот ты переживаешь, очень сильно снимает. Потому что стресс, на самом деле, не помогает тебе придумывать новое, а фотографическое. Стресс перекидывается на заказчика, который такой, оооо, а точно? Он тоже стрессуется плохо. Вот, соответственно, мне кажется, что это очень важно, ну, типа, быть открытыми в отношениях с заказчиком. Я как звучу, как семейный психотерапевт. Ну, типа, честно говорить, что, типа, да, я вот новичок, я с радостью возьмусь, сделаю все возможное. Ну, если обосрусь, денег брать не буду. И, типа, вы согласны, вы понимаете риски? Да, мы согласны, мы понимаем, погнали. Но когда ты уверен на 200%, да, конечно, нужно бабки уже брать. Да, да, да. Не все такие смелые, понимаешь, это же очень уязвимо сказать. Это правда? Я не уверен в себе, но по сути ты это говоришь. Ну, не все на это готовы выглядят. Слушай, блин, прикинь, просто я попадал в эту ситуацию раньше, да? Да все попадали в меня. Когда ты такой, и все, да? А тут, когда ты, ну, честен с человеком, ну, потом... А, в смысле, что ты рискнул снять, плохо снял? Ну, типа, бывали форс-мажоры, в которые я понимаю, что мой уровень стресса был дико высоким. Да, это было, там, вот в первые годы, когда я снимал. И я понимал, что этот стресс, на самом деле, не стоит того, чтобы, на самом деле, просто поговорить с человеком. Но, естественно, я понимал это, блин, постфактум. Кто бы мне пришел и сказал... Ты понимаешь, а к тебе обращается издание. Вот к тебе обращается издание, оно не будет тебя выслушивать, что, ой, я новичок, типа, я не уверен в своем... Ну, я не могу гарантировать. Не можешь гарантировать, мы обратимся к другому фотографу. В смысле, бывают ситуации, когда либо ты прям рискуешь и все ставишь на карту, либо просто найду другого человека. Смотри, ну, так как это гипотетическая ситуация или у тебя была такая ситуация? Ну, была, была, конечно, да. То есть ты была неуверена и к тебе обращались... А я часто неуверена, когда я или журналов снимаю. До сих пор. Ну, смотри, ну, мне кажется, может, это черта характера. Ну, в смысле, это клево как раз, что ты такая, ну, волнуешься перед каждой съемкой. Это, ну, просто элемент тебя. Нет, просто, видишь, одно дело, когда это моя съемка, я там делаю все, как мне удобно. А другое дело, когда тебе дают героя, он определенным образом накрашен и одет. Есть определенная... Ну, то есть ты работаешь прямо в очень узкой, в узком коридоре вот этой задачи. И у меня всегда есть волнение, что я в этом коридоре не сделаю хорошо, понимаешь? Что он для меня слишком будет, что я не влезу туда просто. Интересно. Но я не могу это озвучить изданию, потому что оно скажет, ну, господи, фотографов жопой ешь. Потому что сам я вписывался в такие вещи тоже, когда приходят, кажется, вот сделать... И ты попадал в десятку? Ну, я делал то, что нужно, как мне кажется, да. По крайней мере, люди оставались довольны. Я уточнял, спрашивал, это там где-то печаталось, использовалось на сайтах и так далее. То есть там был результат, который их удовлетворял. Там люди, если я делал репортаж какой-то, да, то там люди писали, что охеренные фотки, спасибо, все дела. У нас просто у всех комплекс самозванца, понимаешь? Да, понятное дело, что так и есть. Ну, конечно. Мы все можем больше, на самом деле, чем нам кажется про себя. Думаю так. Знаешь, иногда в жизни попадаются люди, которые думают о себе, что они могут сильно больше, чем они умеют, и не умеют ни хрена. И вот в этом ты смотришь на них и думаешь, ну, если он как бы себя вот так ведет, то какого черта я должен себя, ну, типа, вести как-то более надменно? Потому что если, типа, полный лошара, типа, говорит, что он классный, а обсирается, то, ну, тут неоднозначная какая-то штука. Я подумаю, как это можно... Репутационный, видишь, еще вопрос. Обсираться много раз нельзя. Ну, да. Особенно в начале, когда у тебя уже имеющаяся репутация, ну, то есть у тебя ее нет вообще, тебя ничего не защищает. Ты ее создаешь только. Ну, смотри, в общем, я пытаюсь проанализировать, пока мы общаемся, как субъективный свой опыт, да, понятное дело, что у меня чужого опыта нету, но то, как делал я, и то, как мне кажется, что можно делать, да, это все равно, даже если к тебе обращается издание, даже если к тебе обращается какой-то коммерческий заказчик в формате, там, снимите наше оборудование, мы, там, доставляем его из Германии, или, там, мне нужно, чтобы, там, вы отсняли, вот, там, учителей моей школы или что-то еще. Или, там, вот, у нас какой-то праздник городской, придите, пожалуйста, поснимайте, там, артистов, вот здесь, там, до сцены, вот это вот. Ты все равно общаешься с конкретным человеком. Окей, давай так, я все равно общался не с... Не с институцией, не с компанией. Ну, типа, да, не главный заказчик собака gmail.com, да, а, ну, типа, мне пишет какой-то, типа, Сережа, Миша, Паша, Таня. И ты можешь с ним по-человечески поговорить. И я могу, ну, типа, с ним поговорить, да. Да, я понимаю, что я, как бы, ставлю под риск возможность или невозможность сделать работу, да, но, ну, типа, я могу, во-первых, убедиться в том, что с той стороны тоже адекватный человек. Потому что там не факт, что люди тоже могут быть, ну, вменяемые, они могут быть отбитые. Типа, почему они вдруг ищут фотографа нового новичка? Может быть, они, типа, посрались со всеми и ищут кем и посраться еще? Да, да, кстати, да, такое бывает. Ну, это уже может быть. И вот здесь, мне кажется, это вопрос коммуникации с ними правильный, чтобы убедиться в том, что... Ты тот самый последний фотограф, с которыми они еще не взаимодействовали. Взаимодействовали, да, да, да. Ну, окей, ну, это действительно... Мне кажется, это два варианта, просто два варианта развития событий, два варианта поведения. Либо рисковать, либо говорить. Мне кажется, выбирать нужно по ситуации. Мне кажется, что, опять же, здесь нужно, типа, как-то присутствоваться к себе и, там, смотреть по ситуации, что вообще происходит. Да, да, да. Сечь поляну, как сказали бы некоторые, ну, и понимать уже, как поступить в этой ситуации. Наверное, какого-то универсального ответа нет, ну, и откуда ему, блин, взяться. Хочется как-нибудь рекламу здесь вставить, какого-нибудь нашего обучения, но я не придумал, как. Поэтому, если вдруг вы смотрите этот ролик на Ютубе, а где еще вы можете его смотреть? Наверное, может быть, мы зальем его в формате подкаста, я не знаю. Так, в общем, в любом случае, можете зайти на сайт amlab.me, если вам интересна в ближайшее время портретная фотография, то там есть много курсов по портретной фотографии, 38 дебют точек. Ну, портретная и околопортретная. Вот, в разных... Стоханосов. Ну, блин, не... Ты еще говоришь по количеству. Это ж не за год делается, ну, в смысле, всего-то 295, что-то там. Но это не самое классное. Ну, в смысле, эти курсы, это хорошая штука, если вы хотите какую-то там вот минимальную базу закрыть. Но у нас по 6, 7, 8, 10 лекций в прямом эфире каждый месяц происходит. И вот там самый огонь, потому что там живое общение, это все в прямом эфире. Соответственно, если вы получите подписки, есть месячная, годовая, то вы, соответственно, сможете этот месяц или год смотреть и живые лекции в том числе. Прямой эфир, то есть люди могут задать вопросы? Да, это все происходит вот типа в лайде. Короче, зайдите на сайт omlab.me, посмотрите про подписку подробнее, если вам захочется. Там можно вот прокачаться по фотографии и портретам. Конец рекламной интеграции на жизнь самих. Отлично. Вопрос. Мы закончили тему с деньгами, как типа их брать, да? А что делать, если их не начинают предлагать? Вот ты снимаешь, 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 а деньги все не предлагают. Знаешь, не будет такого, если ты снял... Сколько мы в год посчитали съемок? 200 из 300 почти. Если ты каждый день выкладываешь, пишешь о себе истории, рассказываешь про свой опыт и делишься своими размышлениями в Инстаграме. Если ты постоянно расширяешь круг общения, если ты просишь людей писать о себе отзывы, рекомендовать тебя дальше. Если все твои друзья с твоими аватарками, ну в смысле с твоими работами на аватарках. Если ты пишешь известным людям в Инстаграме в Директ и предлагаешь их поснимать, они выкладывают эти фотографии. Если ты вот эту всю машину запустил, то у тебя нет шанса, что через год тебе не будут предлагать деньги. В смысле, тебе не будут платить деньги. Возможно, если тебе не платят деньги, возможно, ты выставил слишком высокую цену. То есть, возможно, на одной чаше весов твой опыт, твоя репутация, количество налетанных тобой часов, отзывы, вот это вот все, а на другой чаше весов деньги. Возможно, что это неравновешено. Ну, то есть, можно подумать, поработать, быть гибким, подумать про скидки, про акции, про фото дни и как-то вот здесь вот выехать вот так. Окей, хорошо. Как вообще вот в этом смысле, ну, ты сейчас коснулась вот этой темы, мне кажется, тоже хороший вопрос. Как трезво от себя оценить, да? Тут условно одна из причин, почему могу денег не давать, да? Ты не трезво оценил свои возможности. Я знаю, что есть обратная сторона, когда ты такой, что я стою, ну, типа, не знаю, десятку, ну, типа, и вот не меньше, ну, точно не меньше, может быть, больше, да? И понятно, что для людей это будет сразу, ну, типа, кто ты и почему десятка? Но если наоборот, когда человек уже долго снимает, но при этом комплекс самозванца не дает покоя, ты оцениваешь себя очень низко. Как понять и оценить, насколько ты действительно стоишь? Смотри, мне кажется, важно, во-первых, увидеть и проанализировать затраты, которые ты, затраты, которые у тебя уходят на съемку. Это там, сколько у тебя уходит времени на поиск локации, сколько ты до нее добираешься, сколько уходит времени на саму съемку, сколько ты едешь обратно, сколько ты сидишь за компьютером, сколько стоит твоя камера, как часто ты ее ремонтируешь и чистишь матрицу, пользуешься ли ты такси, платишь ли ты за фотошоп и так далее. То есть важно увидеть все эти затраты и важно, чтобы они окупались. Но если у тебя при этом, вот ты посчитал, вот это вот все, у тебя получилось 50 тысяч рублей, скорее всего нужно оптимизировать. Нужно думать, как выдать тот же результат меньшими силами, где можно подсократить. Действительно ли нужно тратить часы на ретушь кожи или клиенту пофиг, он не видит разницы. Действительно ли нужно снимать на пленку. Ну да, действительно ли нужно платить за фотошоп или нормально обработать в СССР. На телефоне. Кстати, да, неплохой вариант. Действительно ли нужно платить за пленку или можно конкретную задачу решить цифровой съемкой. То есть где можно сократить, где можно расходы свои подвинуть. И еще такой момент помогает себя оценить в сравнении с другими фотографами, как мне кажется. Посмотреть, кто выдает примерно такой же результат, как и ты. Я имею в виду не только такую же картинку, но и такое же количество фотографий, в те же сроки, у кого съемка длится столько же. То есть вот эти все факторы сложить и посмотреть, какую цену он за это просит. Ну и возможно чуть-чуть от этого отнять и выдать, свою какую-то эту сумму выделить. Нет ощущения, что это некий такой элегантный демпинг. Ну то есть условно, если 100 человек так сделает и по цепочке друг за другом, то последний в этой цепочке будет давать деньги клиенту. Понимаешь, нет никакого выхода. Если ты новичок, ну и допустим, ты уже набил руку и сформировал портфолио, и классно попрактиковался, и выдаешь какой-то уже результат, такой же, который выдает уже опытный фотограф. Ты не можешь сразу брать, понимаешь, 20 тысяч рублей за съемку. Потому что нет клиентской базы. У тебя нету, понимаешь? Ну нет. Как на конкретного заказчика влияет наличие у тебя клиентской базы? Смотри, мне кажется, что важно мыслить перспективой. К тебе может прийти один залетный заказчик за месяц, ты заработал 20 тысяч рублей, классно. Но в целом развивает ли это тебя? У тебя по-прежнему на первом этапе задачи много снимать. Почему? Потому что ты все еще работаешь над портфолио. Ты еще не готовый как бы, ты еще тренируешься, а еще не выступаешь на соревнованиях, ты еще качаешься. Смотри, давай так, твоими же словами, можно же взять этого заказчика, снять за 20-ку и снимать регулярно, продолжать бесплатно? Ну, то есть, типа, тренироваться? Нет? Не собираешься? Ну, мне кажется, понимаешь, мне кажется, что все-таки продуктивнее брать меньшие деньги чаще, чем брать большую сумму раз в год, как бы, а все остальное время снимать аватарки друзьям. То есть, ты на эту коммерческую дорожку вступаешь, естественно, ты не сразу на хайвее, а ты сначала на тропинке. Ты сначала берешь по 3 тысячи рублей, потом по 10, потом по 15, ну, вот так, да? Еще есть особенности города, конечно. Да, безусловно. Да. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что 15 тысяч за съемку, которую я выкатила, это моя сумма за портретную съемку, она большая для Питера. Хотя я получаю, ну, мне идет меньше, потому что я плачу 6% налог, я плачу за пленку, и это включает в себя студию. Но все равно, по факту, у людей, там, средняя зарплата в Питере какая? Я не знаю. Я тоже. Ну, 35 тысяч рублей, не знаю. Ну, короче, 15 тысяч рублей, большая сумма. И я вот сейчас думаю, как, потому что у меня сейчас получается, что я могу снимать 5 съемок в месяц, и мне мало. Понимаешь? По всем статьям мало. И по денежным, и как бы по творческим. В общем, трезвая оценка себя, своего среднего результата, своих коллег, выдающих, ну, работающих примерно в этом же жанре, своей среды, своего города, вот, и маленькие шажки. Хорошо. Ну, у нас рубрика называется «Мнение фотографа», поэтому... Да, конечно, это все субъективно. Я услышал твое мнение. А скажи свое. Слушай, ну, давай так. Мне кажется, что в твоих словах точно есть доля правды, особенно, опять же, если слушать обе части, если просто сказать, услышать первую часть про нужно, там, посмотреть, сколько берут в среднем по больнице, и чуть-чуть отнять, и ура. То здесь я, ну, не согласен практически целиком. Если послушать ту часть, которая, посчитать время на дорогу, фотошоп, ретушь, камеру и так далее, и услышать только ее, тоже я с ней не согласен. Потому что, ну, заказчика не должно волновать, ну, по большому счету, платишь ты за фотошоп или нет. Ты, ну, типа, отбитый и купил ты себе единичку, да, или там, Sony Alpha 9 за 300 тысяч рублей, или ты снимаешь накропнутую матрицу. Да, но твои затраты должны быть покрыты, понимаешь, вместе с тем. Ты хотя бы в ноль должен выйти. Смотри, ну, заказчика это не должно валить. Конечно, ты ему и не рассказываешь, ты сам для себя считаешь. Так вот, ну, в смысле, да, так я про это и говорю, что если мы говорим, что, типа, если мы предполагаем, что ты адекватный, ты адекватный, и ты, ну, как бы не пошел и не набрал на полмиллиона техники, такой, ну, техники-то на полмиллиона, сейчас я поставлю ценник в полтинник, и будет хорошо. Правда в том, что нет, этого счастья не произойдет. Не-не, ну, конечно, да-да-да, я не говорю про такие вопросы. И поэтому, то есть, вот, как бы, не обсудив вот это, мне кажется, что тут есть опасные вещи. Я почему так говорю? Я встречал лично людей, которые так делали. Брали техники на полляма рублей в аренду, ну, не в аренду, а в кредит, и потом охреневали от того, как, оказывается, сложно в мире фотографии найти много коммерческих заказов за дорого денег, и воркшопы не помогают. Я знаю, что не сказала в технической части. В части про технические моменты. Вот это просто сейчас я вспомнила, потому что есть связь. Давай-давай. Мне кажется, что техника вторичная же. Ну, да. Первичная творческая задача, прямые руки и, там, цели и так далее. Ну, то есть, естественно, ты сначала думаешь, зачем мне это нужно, зачем мне нужен этот гараж фотоаппаратуры, а потом уже его покупаешь или, скорее всего, не покупаешь. Все так, все так, да. Здесь есть маленькая ремарка. Мы, конечно, утопаем немножко в технику, но я замечаю иногда, опять же, что очень старая техкамера может тоже довольно сильно напрягать. Ну, прям, типа, люто старая. Знаешь, какой-нибудь Canon 450D. Давай так. Ты и я с этим справимся, да? Но какой-нибудь, ну, типа, новичок фотографии такой после эры айфонов возьмет этого динозавра и такой... Ты знаешь, я снимала, я неделю назад разбила Canon Mark II, на который я снимала последние 10 лет, который был просто супер стар уже. Я прям рада, что я его разбила, на самом деле, потому что не поднималась рука купить новый, пока этот, типа, живой. Я понимаю, да. Причем он был куплен уже БУ у свадебного фотографа, ну, короче. Хорош. Мне кажется, что это момент удобства, где, может быть, удобно очень какая-то странная вещь, но если тебе удобно, если она, типа, является продолжением твоей руки, но почему нет? Да, и поэтому я и даю эту ремарку, что мне субъективное мнение, что вот в современном мире люди после айфонов, если они берут реально старую технику, в которой нет Live View, в которой там три точки фокусировки, там, одна из них сбоку, ну, такой, ну, вообще, ну, то есть, прям страдание в этот момент происходит у фотографа, то можно случайно словить негатив про фотографию вообще и подумать, что, типа, ну, его нахрен, ура. Это не вот это ламповое, что я сейчас зенит покручу, и там, типа, магия произойдет, а это просто неудобство. Поэтому, может быть, имеет смысл брать современную, но не топовую камеру. Слушай, видишь, мы росли... Старперами с тобой, да. Так, да, да, что этого шанса так попасть в эту ситуацию не было просто. Но у современных людей есть выбор, и поэтому в рамках этого выбора, да, это как если бы мы с тобой начали бы, там, знакомство с фотографией, ну, типа, да, в формате. Ты понимаешь, ну, это же, в этом же есть... В кардане, да, ну, в смысле, ну, у тебя нет альтернатив в рамках кардана, нет удобного кардана и неудобного кардана, а сейчас есть цифровые камеры, и это как бы один блок. И есть просто динозавры, с которыми, которыми можно гвозди забивать, ими можно снимать. И, в смысле, и люди великолепно с ними работали, и 100% на них можно делать суперфотографии, это все происходило. Но зачем это делать в 2020-м, я не знаю, давай закроем эту тему. Ты можешь свой стиль из этого вытащить, мне кажется. Ну, ладно, давай закроем. Ну, да, мне кажется, что это вообще не про коммерцию, это мы скатились. В творческий стиль. Возможно, это вырежут, я не знаю. Но это не точно. Но ты сказала, что как раз из этого можно стиль сделать, да, и как раз об этом поговорить. Поговорим. Коммерция же очень плотно связана со стилем. Знаешь, часто слышу, как фотографы говорят, что типа за деньги я снимаю говно, которое нравится заказчику, а вот для себя, для души я снимаю те самые кадры, за которые не стыдно. Мне кажется, что нет никакого противопоставления между коммерцией и творчеством. И классно, как бы, творчество это зона роста эксперимента и поиска, и уточнение как раз своего стиля, уточнение, выявление, анализа своего стиля. И эти находки из творчества классно тащить в коммерцию. Потому что, по сути, чем вы отличаетесь от других фотографов, да, чем я отличаюсь от других фотографов? Именно какими-то своими, своими индивидуальным особым каким-то мнением, взглядом на мир. И в творчестве я должна этот взгляд развить, как бы размять, проанализировать и использовать его в коммерции. Потому что в коммерции ты ко мне и идут именно на этот, ну, как бы, на это своеобразие, на эту какую-то мою индивидуальную штуку. Понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, что творческий стиль, авторский стиль, это не что-то искусственно придуманное. Типа, буду снимать, только на фишай. Это, извини за этот пример, это то, что уже и так есть, и то, что нужно просто уточнить, развить, проанализировать и использовать сознательно. Не просто случайно, а, ну, прям сознательно этим пользоваться. Помогает снимать тематические серии, как мне кажется, или наоборот, брать уже готовые фотографии и собирать их по какому-то принципу. То есть, либо снимать на тему, либо, наоборот, брать то, что уже снято и собирать. Да, 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 да. И анализировать, почему я так снимаю, какая сквозная линия проходит через все эти снимки, как бы, про что это может быть. Да. Вот. Давай тогда следующий вопрос. А где бы ты предлагала раскручивать себя, как фотографа, вот сейчас? Я за самые простые, бесплатные, доступные методы, особенно на первых порах. Куча бесплатных платформ, тот же Инстаграм, и его абсолютно достаточно на первых порах. То есть, не нужно сразу страдать ложным вот этим вот вредным перфекционизмом, типа, печатать сразу бумажные визитки, клеить рекламу на заднее стекло автомобиля и делать сайт, и не знаю, что еще. Мне кажется, что нужно идти по пути наименьшего сопротивления маленькими шажками. И дальше уже способы, инструменты продвижения будут зависеть от того, какую область, от специфики области, которую ты себе выбрал. Если ты хочешь быть фотографом, снимать традиционные свадьбы, клей, бумажное объявление у себя на районе, на столбы. Вот это подход. Слушай, так люди так делают. Серьезно? Люди так делают, да. Я понимаю, что это люди ориентированы изначально на определенный контингент. Почему нет? Вот этот контингент меня не найдет, например, скорее всего, потому что он сидит в Одноклассниках, меня там нет. Ну, понимаешь? Если ты хочешь снимать фэшн, изучай журналы, смотри. Водные районы, при объявлении там. Нет, нет. Редактора не смотрят на столбы. Тусуйся с коллективами изданий, изучай тренды, снимай своими силами фэшн-съемки, предлагай их изданиям. Ну, то есть, как бы дорожка будет зависеть от того, что ты хочешь. Кто-то хочет снимать нюк, кто-то хочет разъезжать по свету и снимать там, не знаю, животных. Что важно помнить при общении с клиентом? Без чего вот это общение не может быть продуктивным, на твой взгляд? Мне кажется, на всех этапах, если вы новичок или если вы уже опытный, важно заботиться о клиенте, безусловно. Соблюдать договоренности, сдавать съемки в срок. Ну, это банальные вещи, но это и работает всегда. Быть гибким. Возможно, на первых порах стоит соглашаться на скидке и предлагать какие-то спецусловия, акции, фото дни и так далее. Важно не набирать больше работы, чем ты можешь сделать. Это скорее важно тебе, для себя, для фотографа. Это говорит человек, который предлагает 30 раз в месяц снимать. Видишь, с одной стороны, да, но с другой стороны, важно не замылить свой взгляд, потому что иначе ты будешь воспроизводить, как конвейер, собственные штампы, и люди к тебе не пойдут на это. Это прям вот по острию лезвия нужно так вот тут идти. Ты тут не показываешь картинку. Тут 30 как бы съемок, а тут замыли. Это чуткость, это гибкость, это способность слышать себя, как мне кажется. Потому что очень многие в попытке заработать все деньги мира, я сама иногда страдаю, входят в штопор. Понимаешь, просто ты реально перегораешь, потом тебе нужен отдых, а ты как бы не можешь себе позволить отдыху, потому что тебе нужно дальше работать. Потому что ты те деньги уже проел. Мне кажется, что гораздо продуктивнее держать спокойный, ровный темп, понимаешь, нежели здесь ты типа порвал попу, потом ты месяц лежишь, как овощ, и отдыхаешь. Это скорее не про клиента, а про фотографа. А в общении, что тебе кажется самое главное в общении с коммерческим заказчиком? Ну, про сроки я услышал, про браться за ту работу, мы обсудили чуть ранее, что нужно убедиться в том, что ты можешь это делать. Мне кажется, важно, вот, вот, важный момент, важно, чтобы человек заранее увидел, что ты снимаешь. Очень часто такое бывает, ой, да вроде фотограф, нам вас порекомендовали, но мы ничего у вас не видели, но вот снимите, пожалуйста, нам свадьбу. Я говорю, ребята, посмотрите сначала, как я снимаю свадьбу, я не уверена, что вам это подходит. Чтобы не было потом непонимания и недовольства, важно изначально показать, как ты снимаешь, чтобы не было потом такого, что лебедь, рак и щука все тянут в разные стороны. Как будто вот эту фразу про посмотрите, как я снимаю, сформулировала для заказчика, чтобы он не почувствовал, что его нахер послали. Типа, вы вообще видели, как я снимаю? Нет, 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 это я просто сейчас так говорю борзо, на самом деле я пишу очень аккуратно и вежливо, что вот мое свадебное портфолио, вы можете сначала там ознакомиться, типа, а потом уже принять решение и написать мне, если оно положительное. Ну, короче, как-то это вопрос формулировок, но мне кажется, что это реально ключевой момент, потому что, как ни странно, у многих заказчиков ощущение, что фотографы все такие, знаешь, мультитаскеры. Типа, что гинеколог, что стоматолог, все равно врач вроде как, понимаешь, ничего, что разные немножко области. Ужасное сравнение. Ну, знаешь, да, вроде фотограф, ничего, что есть разные жанры, разные подходы, разные стили, куча вообще всего. И важно, чтобы вот этого, вот этой ситуации ожидания, реальность не было, чтобы потом все совпало у клиента, чтобы он был доволен. То есть, мне кажется, важно не снимать совсем то, что тебе прям противоречит твоему взгляду, твоей философии, твоему вкусу и видению, потому что это тебя не развивает. Уточняющий вопрос. Когда ты перекладываешь вот эту ответственность принятия решения на клиента, не рискуешь ли ты тут клиента потерять? Рискую, конечно, рискую. И здесь важная оговорка, что не всегда и не все по каким-то нашим обстоятельствам финансовым, в том числе, могут отказаться от денег и сказать, ой, извините, вы хотите съемку интерьера, а я таким не занимаюсь. Иногда ты, блин, пойдешь изучать, как снимаются интерьеры и возьмешься за эту съемку, потому что тебе нужны деньги. Но глобально, скорее всего, это не твоя ниша, понимаешь? Ну, скорее всего, это не твой предмет интереса, скорее всего, это залетный случайный заказчик, это не твоя целевая аудитория. То есть, глобально, если размышлять про долгосрочную перспективу, у тебя это не развивает. То есть, ты получишь одноразово деньги, но, в принципе, такого припека и выхлопа для тебя не будет. Ты не выложишь это в портфолио, потому что это не то, что ты снимаешь, не то, куда ты хочешь развиваться. То есть, ну, здесь, конечно, такой момент, я не говорю, что отказывайтесь, но если есть возможность, если вам есть что есть, и не стоит вопрос выживания, можно думать, что дальше. Спасибо. И хочешь ли ты что-нибудь, какую-нибудь штуку пожелать нашим зрителям и слушателям под конец нашего диалога? Мне кажется, что можно не стесняться брать деньги в целом, что это не зазорно. Короче, деньги — это нормально. Я просто часто сталкиваюсь с каким-то предубеждением в том, что касается денег, что, типа, как-то стыдно про это говорить, как-то это такая тема, что нельзя называть, вышлю цену в директ, вот это вот все. Да почему? Напиши ты цену открыто. Скорее всего, налоговая к тебе не придет, но это не точно. С такими суммами не придет. Да-да-да, у тебя есть космос, и не видно, скорее всего, вообще. Мне кажется, что можно и нужно брать деньги, это нормально, не зазорно. Ваши затраты, усилия и время должны окупаться. Если вы выходите в ноль на первом этапе, это классно. И дальше с каждым годом должен происходить качественный, количественный и денежный прирост. То есть, если сначала вы начинаете со странички в Инстаграме, из бесплатных съемок друзей, то дальше делайте сайт, снимайте для журналов, делайте выставки, печатайте книжки, наращивайте резюме и становитесь уже не подростком, которому мама купила камеру, а профи с послужным списком, и это в том числе будет привлекать клиентов потенциальных. Аминь. Работаем. Как ургант сейчас, знаешь. Работаем. Спасибо тебе большое. Спасибо большое вам, ребята, что посмотрели нас. Надеюсь, вам понравился этот эксперимент. Пока по ощущениям получилось как стрим, но только в записи. Возможно, это будет бодрее и веселее как раз за счет того, что мы не отвлекаемся на чат, и всякие неудачные дубли со мной можно будет вырезать. Всего меня, например. Просто Маша говорит. Вот так вот кропнуть. Бессвязно, причем отвечая на какие-то непонятные вопросы. Просто размышляю. Мнение фотографа же рубрика называется. Если рубрика вам понравилась, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях снизу. Лайк, опять же, подскажет нам, что вам зашло. Заходите на Amulab.me, если вам интересны фотографии, вы хотите снимать регулярно. И вы хотите изучать новые приемы в съемке и общаться с адекватными людьми, которые будут вас поддерживать. Это все на наш сайт. Оформляйте подписку и радуйтесь. На этом все. Пока-пока. Маша, спасибо тебе еще раз. Давай. Третий раз. Йоу. Работаем.